У меня есть братья, его зовут Максим, он тоже сюда пришел. Меня зовут Гоша, и меня сюда позвала подруга. Почему бы не поучаствовать в благодетельной акции по спасению котиков? Мы решили поддержать это мероприятие, субботник в Киевском зоопарке, помощь зоокотам. Здесь на территории Киевского зоопарка обитает больше 60-70 котов, которыми есть инициатива, которые называются, они ими занимаются. Так как ни киевским властям, ни другим государственным структурам не особо интересно помогать этим животным бездомным, то мы решили помочь, потому что их выстрелили с одного помещения территории. Нужно построить другую территорию, чтобы они могли здесь дальше свободно жить, чтобы их не травили, не выгоняли, не уничтожали, потому что зоопарк – это должна быть территория дружественная для животных. Вот поэтому пришли сегодня помочь на этот субботник. Всем привет, с вами Олег Андрос. Сегодня мы находимся на территории Киевского зоопарка, на субботнике помощь зоокотам. Тут такие зоокоты. Это коты, которые здесь были подброшены, они размножились. Мы контролируем теперь их численность, и под давлением киевской власти и директора киевского зоопарка мы вынуждены их переселять на эту территорию, где мы сейчас стоим. Это господарская территория киевского зоопарка. Тут уже годами складывались какие-то ненужные материалы, и теперь 70 котов киевского зоопарка будет здесь. Сегодня у нас такой вот день номер один. Когда пришло, к моему счастью, очень большое количество волонтеров, мы сейчас перетаскиваем следственно на место секции забора, которая будет стоять вокруг периметра. Мы сейчас защищаем территорию всяких баринов, сорняков, и таким образом для котов будет подготовлено место, чтобы они жили. Коты будут жить внутри периметра. Тут будет примерно двух-трехметровый забор, который они не смогут перелезть, потому что он частично будет из крупных стилов. Ну и потом будет строиться когтячий городок моей мечты. Сейчас пару слов об этом. Если получится найти лиценат, если получится задействовать краудфандинг, то здесь будет не просто очередное унылое убежище для котов. Здесь будут экотехнологии, солнечные коллекторы, солнечные батареи. Все, что такое можно себе представить, считая труды товарищей Луна Маска и подобных людей. Так что мы немножко мыслим наперед. Если все получится, то здесь будет самый прогрессивный, пожалуй, не будем говорить слова приют, убежище для котов на территории Киева и Украины. Ну, сегодня у нас лишь первый день. Сегодня мы стоим на такой территории, которая полностью не готова, и мы делаем из нее готового. Значит, обратите внимание, что на этот плакат тут заданный просто напрямь нашей работы. Все это помещение створено руками волонтеров. Все это сделано из каких-то материалов, которые никому уже не нужны, собранные на территории або зоопарка, где-то там на смятниках и все такое. Это, возможно, кому-то видеться смешным или каким-то жалюгидным. Но мы створим это так же в экологических, как бы мовить, что не может быть материалом, просто выкинули на свалку. Его можно использовать еще раз, с помощью для какой-то живой истоки. Вот такая тумбочка, найденная на смятнику, которую выкинули какие-то люди. Но она служит хаткой для котиков, и они это ценуют. Она оббита таким материалом. До речи, его, звичайно, на смятнику не найдешь, потому что это полиуретан, это теплий материал, которым мы утеплим эти будинки. Потом с верху покрывается еще хутром. Они приносят волонтеры, которые отмечаются от хутра, потому что люди, которые любят тварин, они не могут носить их шкуры. Різные пестилочки. Раз в рік, влитку, мы беремо дома, в себе в пральних машинках, сушим, что поробишь, сушим тут. Оскільки у нас немає никаких умов для того, чтобы створить пральню. Тут немає утепления. Я еще раз акцентую на цьому увагу, что тут немає утепления и достаточно тяжело выжить. Ну, снова-таки, на плакат я почала и сбилася трошки, что в нас, звичайно, стерилізація проводится, лікувание котов проводится и пошук у добрые руки. Дуже тяжело находить добрые руки для котиков, которые не то, чтобы они беспородные были. Я, взагалі, не дуже то роблю какую-то разницу между породистыми и непородистыми. Они все прекрасны. Но дело в том, что наши котики дики. И для того, чтобы найти для них хозяев, нужно их еще адаптировать. И это не всегда удается, потому что кошения, которые до певного века не знали людских рук, оно уже никогда до них не звикнет. А даже котики, которые ластятся до нас, они не всегда готовы жить в людских условиях, потому что они кидаются у векна. Это вильные котики, поэтому мы придумали этот термин. Вильные котики – это не безпритульные котики. А самые вильные котики – это котики, которые привыкли жить на воле. Но котики, по сути, это синантропные тварины. Они не могут жить без человека. Они не могут выжить. Они не могут ловить мишей или пташок, и за счет этого выживать. А это, знаете, та клетка, в которой слон приехал. Слоненок. И тут котяра такой. Слон.